Будьте внимательнее. Смотрите всегда по сторонам, потому что электричку не всегда можно услышать. Вы знаете, что здесь погиб мужчина? Когда? 26 февраля. А как он? Переходил вот... С наушниками. Ну, верно. Ну, вот у нас такая... Я не увидел приближающуюся электричку. Платформа Загорянская снова в печальной сводке происшествий на железной дороге. За месяц два трагических случая. Люди переходили пути, не замечая приближающегося поезда. На этом переходе недавно погиб человек, сбит был электропоездом. И чуть дальше у платформы также погиб человек. В обеих случаях причиной была невнимательность. То есть были надеты наушники, капюшоны. То есть поезд сигнализировал о своем приближении. Каждый второй погибший переходил пути в неположенном месте. Каждый третий погиб из-за невнимательности, подсчитали в областной административно-пассажирской инспекции. И в этот раз в районе платформы Загорянская во время внепланового рейда с участием экспертов Управления дорожного хозяйства администрации инспекторы неустанно напоминали пешеходам, что человеческая жизнь всего лишь одна. Будьте бдительны. Снимайте всегда наушники, когда переходите железнодорожные пути. Потому что электричку не всегда можно услышать, а в наушниках тем более. Беспечность пассажиров на железной дороге удивляет даже специалистов. За прошлый год в черте города на путях погибли семь человек. Люди попадают под колеса поезда, перебегая по народным тропам. Реже на оборудованных переходах. Именно такое решили построить у платформы Загорянская. А подходы к нему оборудовать перильными ограждениями. Здесь начнутся работы по обустройству этого пешеходного перехода. Оборудование световой, шумовой сигнализации. То есть здесь будут специальные накопители. Перильное ограждение установлено будет. Проектирование уже началось. Переходить железную дорогу там, где короче, конечно же опасно. Даже на санкционированном пешеходном переходе следует соблюдать правила безопасности. Посмотреть налево и направо, нет ли приближающегося поезда. Ну и, конечно же, снять наушники. Соблюдайте правила безопасности на железной дороге. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.